Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, И столетия мы лелеем, или слышный шелест шагов. Так писала о Пушкине Анна Ахматова, которая много лет занималась исследованием его биографии и творчества. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Мы продолжаем знакомиться с лирикой Александра Сергеевича Пушкина, а тему нашего сегодняшнего разговора подскажет еще одно четверостишее Анны Ахматовой. Поэт не человек, он только дух. Будь слеп он, как Гомер, или как Бетховен глух, все слышит, видит, всем владеет. Вы, конечно, догадались, что речь пойдет о назначении поэта и поэзии в творчестве Пушкина. Мы узнаем, какие способы и приемы воплощения темы назначения поэта и поэзии использует Пушкин в стихотворениях «Пророк», «Поэт. Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Сможем проникнуть в художественный замысел поэта и увидеть глубину пушкинского понимания роли поэзии и поэта в жизни общества, понять трагизм положения поэта в обществе, осмыслить пушкинскую идею о бессмертии человека-творца. Тему назначения поэта и поэзии освещали в своем творчестве Гораций, Овидий, Ломоносов, Державе. Пушкин продолжил их традиции. Проблема общественной роли поэта проходит через все творчество Пушкина. Еще в юности он начал размышлять о задачах и роли искусства в жизни. Уже тогда Пушкин понимал, какую незавидную судьбу имел поэт в современном ему обществе и рассказал об этом в стихотворениях «К другу-стихотворцу» или «Цинью». В своих стихах Пушкин писал о месте поэта в мире, о его взаимоотношениях с обществом, о творческом процессе. Поэтическим манифестом можно назвать стихотворение «Пророк», которое было написано осенью 1826 года. В это время Пушкин уже знал о казни пяти декабристов, о ссылке друзей, товарищей, братьев в Сибирь, но его участь оставалась пока неясной. Предстояла встреча с новым царем Николаем I. На эту встречу опальный поэт взял только что написанное стихотворение, которое решил вручить царю и разделить участь декабристов. Несмотря на грозящую ему опасность, он осмелился возвести миссию поэта на уровень пророческого служения. Давайте послушаем стихотворение в исполнении известного российского актера театра и кино Иннокентия Смоктуновского. Для этого нажмите на паузу и перейдите по ссылке, зашифрованной в QR-коде. Название стихотворения не случайно. Основой произведения стал библейский сюжет, взятый из книги пророка Исаии, но автор напомнил его не религиозным, а философским смыслом. Тоже такой пророк. В религии это правозвестник и истолкователь воли Бога. В общем смысле человек, который обладает даром предвидения и несет правду людям. В поэтическом тексте Пушкин передает мучительный процесс превращения человека в пророка. Написанное в жанре духовной оды, стихотворение поражает суровостью и торжественностью стиля. Этому способствует использование старославянской лексики. Она наполняет текст библейской атмосферой. Многие слов вам могут быть непонятны. Нажмите на паузу, изучите их значения и прочитайте стихотворение самостоятельно. Я думаю, вы обратили внимание на то, что стихотворение аллегорично, что каждая фраза вызывает яркие зрительные образы, которые создаются с помощью метафор, эпитетов. Стихотворение пророк не разделено на строфы. Воспроизводя одну из особенностей синтаксиса Библии, Пушкин использует многосоюзия. Широко употребляется библейская лексика. Эпитеты высокого стиля – сравнение. А сейчас давайте рассмотрим композицию и сюжет стихотворения. Это стихотворение условно можно разделить на три смысловые части. Первая часть «Встреча с ангелом» состоит из одного, но очень важного предложения. В нем описывается внутреннее состояние человека до встречи с вестником Бога, шестикрылым Серафимом. Герой в это время пребывает в творческом поиске. Он хочет понять свое предназначение в жизни, стоит на перепутье, не знает, чем и как утолить духовную жажду, поэтому не живет, а влачится. Символично появление Серафима. Согласно канонам Библии, его могут увидеть лишь исключительные люди. Тем самым автор подчеркивает избранность поэта. Во второй части Пушкин показывает, как происходит перерождение лирического героя в пророках. Сначала Серафим прикасается к глазам и ушам поэта, и тот начинает видеть и слышать то, что для других незримое не слышно. Но этого недостаточно, поэтому Серафим вырывает его язык и меняет на жало мудрые змеи. Рассекает грудь, вынимает сердце и вставляет на него место уголь, пылающий огнем. Обычный человек с духовным зрением становится мудрецом, потом прорицателем, мучеником и, наконец, пророком. За все это поэт заплатил ценой страданий и мучений. Он готов был нести свой пророческий крест, но у него не было цели. В третьей части Бог своей властью возвращает поэта к жизни уже пророком, способным глаголом жечь сердца людей. Особая миссия поэта в обществе сходна с ролью библейских пророков. Нести людям высшую божественную истину, служить народу. Сравни пророку стихотворение поэт, написанное в 1827 году. В нем Пушкин утверждает, что поэт не может управлять своим вдохновением. Послушайте его. Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, в заботах суетного света он малодушно погружен. Молчит его святая Лира, душа вкушает хладный сон. И меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он. Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. Тоскует он в забавах мира, людской чуждается малвы. К ногам народного кумира не клонит гордой головы. Бежит он дикий и суровый, и звуков, и смятенья помн, на берегах пустынных волн, в широкошумные дубровы. Стихотворение состоит из двух частей. Оно построено на противопоставлении человеческого и творческого обликов поэта. В первой части мы видим жизнь Творца без вдохновения. Пока молчит его святая Лира, он ничем не отличается от обычных людей, погруженных в повседневную суету. Поэт ничтожен, а его душа вкушает хладный сон. Во второй части стихотворения лирический герой слышит божественный глагол. Забавы мира и людская молва становятся ему чужды. Дикий и суровый поэт стремится покинуть общество, чтобы найти уединение среди природы. В стихотворении можно заметить сплетение традиций классицизма и романтизма. В первой части Пушкин упоминает античные образы Аполлона, священной лиры, характерные для классицизма. Романтизм Пушкина прослеживается в использовании возвышенной лексики образов народного кумира, волн, орла. Идея независимости поэта от людской молвы, его бегство от общества, также характерны для романтической литературы. С помощью эпитетов Пушкин создает противопоставление двух душевных состояний поэта. Придает первой части стихотворения негативную, а второй – светлую эмоциональную окраску. В стихотворении душа поэта сравнивается с орлом, свободолюбивой гордой птицей. Метафоры создают поэтический образ чего-то устрашающего. В начале стихотворения поэт применяет инверсию, которая подсказывает, что душа человека способна проснуться под влиянием вдохновения. Многоточие в конце стихотворения подчеркивает, что, размышляя над своей миссией, однозначного ответа на вопрос о своем предназначении поэт не дает. Таким образом, в стихотворении поэт Пушкин показывает, как искусство преображает человека, меняет его отношение к окружающему миру. Как бы подводя итог своей творческой деятельности, за несколько месяцев до трагической гибели 21 августа 1836 года Пушкин пишет стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Послушайте его в исполнении российского актера театра и кино Сергея Бехтерева, перейдя по ссылке, зашифрованной в QR-коде. Это стихотворение восходит к одегорации к Непомине, из которой поэт позаимствовал эпиграф. На русский язык ее переводили Ломоносов и Державин. Они выразили свое понимание роли поэта и значение поэтического дара. Пушкин черпал идеи из текстов своих предшественников, но при этом создал оригинальное произведение, в котором нашли выражения его личные поэтические и философские размышления. Впервые стихотворение было опубликовано в 1841 году. Небольшие правки в него нес Василий Жуковский. В тексте стихотворения есть слова, значение которых вам может быть непонятно. Нажмите на паузу, познакомьтесь с их толкованием и самостоятельно прочитайте поэтический текст. По жанровой принадлежности стихотворение ближе всего к оде. Возвышенная лексика, придающая произведению торжественный пафос, позволяет автору выразить свою поэтическую позицию. Отсылки к античной культуре дают право отнести стихотворение к классицизму. Произведение состоит из пяти стров, каждая из которых последовательно развивает определенную мысль. В первой страфе появляется идея о создании нерукотворного памятника, о бессмертии поэтического наследия, которое оказывается более ценным, чем многие земные памятники. Вторая страфа утверждает, что возможность такого бессмертия напрямую связана с существованием поэзии как таковой. Далее Пушкин говорит об историческом бессмертии поэта и как бы предрекает свою всенародную славу. В четвертой страфе Пушкин дает оценку идейному смыслу своего творчества. Поэт утверждает, что право на признание и любовь народа он заслужил высокой человечностью своего творчества и борьбой за свободу. В последней страфе, обращаясь к музе, Пушкин призывает ее равнодушно принимать хвалу и кревету и следовать собственному призванию. Для усиления поэтического пафоса, предания и стихотворению образности, Пушкин использует как лексические средства выразительности, старославянские слова, метафоры, эпитеты, так и синтаксические, инверсию, анафон. В целом, художественные средства служат для создания торжественного гимна поэзии, свободной от человеческих слабостей и повинующейся только высшему суду. Все три стихотворения написаны Янбом. Этот любимый пушкинский размер позволяет автору размеренно, задушевно, искренне размышлять о назначении поэта и поэзии. Итак, ребята, пришло время подвести итоги. Мы познакомились со способами и приемами воплощения темы назначения поэта и поэзии в стихотворениях «Пророк», «Поэт» и «О памятник себе воственье рукотворный». Анализируя эти стихотворения, мы выяснили, что, по мнению Пушкина, поэтический талант – это Божий дар, а поэт – бессмертный творец, бескорыстно служащий людям и несущий им высшее звание и высшее чувство. Часто его положение в обществе оказывается трагично. Поэзия Пушкина – это своеобразный нерукотворный памятник, живущий уже два века. Она открывает человеку новый прекрасный мир, является источником вдохновения и силы. Уважаемые ребята, читайте стихи Пушкина, наслаждайтесь красотой поэтического слова, учитесь любить жизнь. А я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание.